Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Психология счастья. По сути, мы сами нередко мешаем себе жить, хотя обвиняем в отсутствии счастья весь окружающий мир. И при этом каждый из нас очень хочет быть счастливым, успешным, реализованным. В этой книге мы рассмотрим понятие счастья и пути достижения этого таинственного состояния. С нашей помощью вы научитесь быть счастливыми здесь и сейчас, и удивитесь, насколько изменится ваша жизнь в лучшую сторону. Мы предлагаем вам только реальные советы и действенные рецепты по достижению успеха, процветания и счастья. Книга будет полезной и интересной тем, кто не удовлетворен своей работой, личной жизнью, окружающим миром, настроением, здоровьем, детьми, финансовой стороной жизни. То есть практически каждому из нас. Глава первая. Что же такое счастье? А есть ли счастье? Счастье — понятие странное и в чем-то, пожалуй, смутное. Все мы стремимся к счастью. Причем большинство слабо себе представляет, что же это такое. И почему, когда сбываются самые смелые наши мечты, мы не можем назвать себя счастливыми, а порой в самый обычный день испытываем чувство полнейшего удовлетворения от жизни. И, казалось бы, большего нам не нужно. Почему же так происходит? Что вкладывают люди в понятие «счастье»? Давайте разбираться. Счастье для всех свое, а счастье и его определение в трудах исследователей. Счастье в какой-то мере — цель всего человечества и каждого конкретного человека. Вы видели хоть одного гомо-сапиенса, который бы заявил, что мечтает быть несчастным? Очень маловероятно. И при этом мы, стремясь к счастью, вспоминаем лишь его отдельные эпизоды. На самом деле вопрос «счастье» интересовал людей во все времена. И мудрые люди, ученые, писатели и философы пытались дать ему определение. Давайте обратимся к мудрости других людей. Согласно толковому словарю русского языка Ушакова, счастье — это состояние благополучия, радости от полноты жизни. В словаре Ожегова определение уже немного иное. Счастье — состояние полного высшего удовлетворения, удача, успех. Философский словарь уже дает определенные рекомендации к обретению счастливой жизни. Чтобы счастье было действительно глубоким и прочным, нужно, чтобы жизнь была построена вокруг определенной цели. Уже из этих определений мы можем сделать несколько выводов. Прежде всего, счастье действительно разное. Счастье взаимосвязано с объективной реальностью. Если у вас успешная жизнь, вы получаете от нее удовольствие, стремитесь к поставленной цели и достигаете ее. Вы счастливы. Счастье может быть мимолетным, чтобы счастье было глубоким и прочным. Психологи утверждают, что счастье для каждого свое. Для кого-то счастьем будет материальное благополучие, для кого-то дети и семья, любимая работа, друзья, увлечения. Счастье – это жизнь, наполненная смыслом. Причем осмысленная жизнь должна быть для вас. Подумайте, лично вы, когда чувствуете себя счастливым человеком. На самом деле, многие из нас получают удовольствие, занимаясь любимым делом, либо направляясь к поставленной цели. Например, если для вас счастье в деньгах, вы можете испытывать это чувство, выполняя даже скучную работу, ведь впереди вас греет желанная цель. Счастье в наших руках, по мнению психологов. Великие люди древности предлагают нам свои рецепты счастья. Счастье – это когда тебя понимают. Сампл конплит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова